На сегодняшнем посяжении Аблвы-Канкама разгляджены широк актуальных питаний. У приватности дадена оценка проведенным мероприемствам по наведению порядка на землю и проанализована эффективность работы со зворотами граждан. Думками специалистов подчеркнулись наши корреспонденты. Резолюция признает работу по наведению порядка на землю задовольняющей. После усебокового анализу ситуации Комитетом природных ресурсов, значных питаний не возникало. Сделано, правда, шмат. Пришим по широку позиции Гомельшина явный лидер. Удалось выполнить все пункты мероприятий, утвержденного республиканским планом по наведению порядка в части, касающейся Гомельской области. Если говорить о цифрах, то высажено более 127 тысяч деревьев и кустарников и еще 38 тысяч долей автобильных дорог. Процент приживаемости составил 91%. Это один из лучших показателей по приживаемости растений. Из 45 мини-полигонов, действующих в Гомельской области, 25 мини-полигонов были полностью рекультированы. Необходимо отметить, что практически половина районов Гомельской области практически избавились от мини-полигонов и работают только на одном полигоне, где, в том числе, осуществляется сбор вторичных материальных ресурсов. Хотелось бы отметить, что сбор вторичных материальных ресурсов и увлечение их в оборот – это дополнительный плюс к экономике, в частности, Гомельской области. Это очень неплохой показатель. Хоть это совсем не значит, что все пытания не выражены. Среди задач этого года – больше активная работа по особным сборам другасных отходов и их перепрососы. Ну а по следующему чергу, это тычется садоводницких товариств, где отходы совершенно не сортируют, а часом и в уголе выкидывают в ближайших лесных насаджениях. Плюс наведение парадков, каля сельскохсподарших объектов, уловление земель, которые выкаристовываются неэффективно, и борьба с инвазивными рослинами на кшталт Баршевника Сосновского. До порушильников природоохонного законодавства применять меры администрационного реагования. Было проведено более 6 тысяч контрольных мероприятий, привлечено к ответственности более 800 лиц, и юридических, и физических. Сумма штрафов составила более 300 тысяч босских рублей, претензии выставлены на сумму более 900 тысяч белорусских рублей. Дарыш, выявляясь, порушения природоохонного законодавства будут не только ответные организации. Довольно шаста в таких фактах поведомляя насильство. Жить у смерти никто не жадая. Увагалю, в минулом году органы влады у сего Узровня у Жахары Гомельской области звертались больше 25 тысяч разов. Пришим 4600 зворотов поступило непосредственно у Аблвыканка. Среди наибольш актуальных тем, работа жильево-комунальной господарки, будовництво дорог и деятельность установ оховы здоровья в связи с пандемией коронавируса. Проведенный анализ свечит, достаточно значную часть огученных проблем можно было снять на местовом Узровне. А про то, часто люди спробуют с допомогой державных структур вырешить уластные проблемы. В минулом году задоволено только 19% зворотов. В принципе, из этих 19% обращений половину можно было решить на местах, не обращаясь к вышестоящей организации. Значительная часть обращений носит мелкий характер местного значения. Это такие, как убрать снег, значит, не греют батареи, отопление. Также рост произошел и повторных обращений. Люди обращаются по 20, по 30 раз и в вышестоящие организации, и во все, как бы, в министерства, и вышестоящие организации. То есть сразу в несколько организаций одновременно пытаются решить свой вопрос. Олег Санцеров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».